Сентября этого года россиянам существенно подняли госпошлины, судебные госпошлины. Сегодня расскажем о том, к чему это приведет, как с этим бороться и вообще, что это за явление. С вами Виталий Буркин, Открытая политика права. Итак, сентября этого года государство значительно повысило размеры государственных пошлин судебных, особенно это будет чувствительно для бизнеса, но и для граждан тоже. В 10-15 раз примерно увеличены некоторые виды госпошлины для граждан и до 50 раз для бизнеса. Теперь несколько миллионов может платить бизнес и до 900 тысяч увеличена госпошлина максимально для граждан. В общем, значительного увеличения, такого не было с 2009 года увеличения, вообще не было увеличения с 2009. Но наиболее серьезно это будет бить по бизнесу, потому как для граждан при размере иска до 100 тысяч рублей, а таких, кстати, 90% у нас вообще споров до 100 тысяч рублей, когда размер иска, ничего практически не изменилось. Существенно придется платить, если размеры иска будут свыше 100 тысяч рублей. Государство объясняет это тем, что мы, судебная система загружена, ее надо разгружать, судебный процесс сделать такой эдакой привилегией и якобы после этого поднимется качество правосудия, которое у нас, ну, всем известно, достаточно безобразное, ниже всяких санитарных норм. И вот почему-то у нас законодатель решил, что если мы сейчас госпошлину увеличим, то увеличится, улучшится и качество правосудия. Так ли это? Наверное, вряд ли, потому что качество правосудия у нас хромает из-за того, что судьи стимулируются сторонами в процессах, особенно там, где достаточно серьезные споры, серьезные размеры исков. Коррупция, в общем-то, запредельно высокая. Судьи практически, особенно по гражданским делам, выведены из-под какого-то контроля со стороны оперативно-розыскных органов. Задержаний практически нет, уголовных дел нет. Квалификационные коллеги судей, которые, но это органы, которые должны принимать решение о наказании судей вплоть до прекращения полномочий, практически не реагируют на вопиющие незаконные судебные акты со стороны судей. Поэтому я не думаю, что только тем, что увеличится госпошлина, размер госпошлины, увеличится качество правосудия. Судья, как был очень часто заинтересован в исходе дела, так и будет таковым оставаться. Кстати, вот вообще вот об этом нашем правосудии по гражданским делам и арбитражным спорам. Лет, наверное, еще там 8-10 назад по гражданским делам, в общем, была относительная законность. Гражданин, если он, конечно, не спорит с каким-то крутым государственным органом, практически всегда мог рассчитывать на относительно законное решение. По основным видам споров, по самым распространенным, была устойчивая судебная практика со стороны высших инстанций, разработанная. Существовало определенное единство этой судебной практики. И, в общем, отклонение от вот этой устоявшейся судебной практики практически гарантировало для гражданина, ну или для организации, что в последующей инстанции судебный акт будет отменен, если он противоречит таким подходам. Сейчас этого нет. В общем, выносится все, что угодно. Причем, вы знаете, доходит до такого уже, можно сказать, маразма. Как-то я вот недавно столкнулся с такой ситуацией, когда в одном районном суде по похожей категории дел два судьи в разных кабинетах вынесли диаметрально противоположные решения. В одном споре в пользу гражданина, в другом споре в пользу страховой организации. Ну, наверное, понимаете, что там происходило. Все бы ничего, но дело в том, что в апелляции оба судебных акта рассматривались, причем одной апелляционной инстанцией, и оба решения были признаны законными. Вот до такого, в общем-то, доходит безобразие в судебной системе. И, в общем, как уже говорят представители нашего профессионального сообщества, юридического, адвокатского, было безобразное судейство, так теперь оно еще и неоправданно дорогим становится. Но, в общем, знаете, как ни крути, повышение судилища должно способствовать искоренению невежества, в общем, среди участников делового оборота. Ответственнее подходить, я думаю, будут и граждане, особенно бизнес, к выбору контрагентов, к определению условий договора, к фиксации юридически значимых фактов, принятию исполненного и так далее. Потому что, ну, спорить, судиться действительно становится дорого, особенно для бизнеса. Ну, например, для того, чтобы подать заявление о банкротстве теперь на должника, на своего контрагента, ну, организация должна пойти и выложить 100 тысяч рублей. Так, по-моему, было это до этого стоило 6 тысяч рублей. Ну, то есть, как-то абсолютно невесело, да, идти из, при абсолютно неопределенной перспективе, да, получишь, не получишь исполнение, платить сразу 100 тысяч рублей. Поэтому, в общем, наверное, в перспективе в дальнейшей все-таки должно привести к росту ответственности, к искоренению невежества, может быть, к росту качества правосудия. Но качество правосудия, я уверен, вырастет только в одном случае. Мы не должны здесь вести речь, там, о каких-то нравственных ориентирах, там, и так далее, да, совести у судей. Я считаю так, будет ответственность персональная за неправосудный судебный акт, повысится качество. Пока же у нас судья, особенно, вот, ну, в суде общей юрисдикции всегда смотрит в сторону богатого, да, участника спора, допустим, как правило, это банк, там, да, или какая-нибудь крупная корпорация, то порядка не будет. Вот приходит последнее вот такое решение абсолютно беспредельное, да, даже не решение, а ситуация, когда в Новосибирске на женщину мошенники повесили кредит, который она не получала. Банк, скорее всего, к этому причастны сотрудники банка, разумеется. Женщина не подписывала ни кредитный договор, не делала ни заявку, не отправляла ни паспорт, ничего. И районный суд вполне обоснованно признал ее правоту в споре с банком. Однако апелляционная инстанция и последующие вплоть до Верховного суда признали тот факт, что женщина все-таки получила кредит и должны отвечать. Несмотря на то, что нарушены вообще абсолютно базовые принципы гражданского права, да, то есть женщина-заемщик не подписывала ни кредитного договора, не делала заявки, ничего. И только зампредседателя Верховного суда возбудил кассационное производство, отменил судебные акты все, и женщине удалось выиграть этот судебный спор. Я вот уже последние полгода много посвящаю этой проблеме, да, когда на граждан повесили вот таким образом кредиты, которых они не брали. И вы знаете, поражен тому, что таких судебных актов существует множество. Когда суды абсолютно огульно, нарушая все базовые принципы, в общем, гражданского права, встают на сторону банков. Судебные акты отменены, женщина там вот в этом случае заемщик два года промучилась, мучаются другие люди, отменяют, находят в конце концов справедливость. Но почему этот судья продолжает работать, во-первых? А во-вторых, кто возместит потери, прежде всего моральные, которые понесла сторона из-за таких вот неправосудных судебных актов? Я считаю, что счет должен выставляться обоюдный. Если государство выставило такой счет гражданину, который посмел судиться, да, пользуется услугами российского суда, то в случае, если нарушаются сроки судопроизводства, если выносятся вот такие судебные акты, и потом создаются мытарства двух-трехлетние, то и государство должно отвечать, ну и судья, соответственно, лично должен понести персональную ответственность. Ну и, кстати, еще раз вернемся к размеру госпошлиных. Забыл упомянуть, что есть такое понятие, как отсрочка-расрочка госпошлины. В общем, каждому, кто не по карману, может обратиться в суд, куда направляет иск заявление о представлении моросрочки-отсрочки. Все это прилагается к иску, описывается обоснование, прилагается оправдывающий документ, ну то есть выписка со счетов, справка там о 2 НДФЛ, ну и вообще доказательство того, что вы не в состоянии потянуть сейчас эту государственную пошлину. Ну и не забывать, что по трудовым спорам, по возмещению вреда жизни, причиненного жизни и здоровья, граждане освобождены от уплаты государственной пошлины. Но хоть здесь еще государство оставило что-то такое положительное. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мои социальные сети, вы будете всегда в курсе важных юридических событий. Субтитры создавал DimaTorzok